Всем доброго дня! Я Дмитрий Потапенко и Иван Алёхин. Делаем стартап-шоу-челлендж-тур. Это возможно для стартаперов всего мира. Представить свой проект для нас, для инвесторов, для экспертов. Первая возможность. Мы оценим вместе с экспертами и вставим ваш стартап в наше еженедельное шоу. Вторая возможность. Это приехать в Москву и живьем перед инвесторами представить себя как предпринимателя. Ну и пиковая возможность. Самое главное. Это представить стартап в Дубае. Именно там будет проходить финал стартап-шоу-челлендж-тура. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, внести туда всю необходимую информацию. И до встречи на стартап-шоу-челлендж-туре. Друзья, всем привет! И снова в эфире стартап-шоу-челлендж-тур. С вами я, Дарья Мартыненко. И сегодня у нас по скайпу выйдут необычные гости. Наши эксперты и инвесторы. Это Андрей Ковалев, инвестор-бизнесмен и общественный деятель, владелец компании Экоофис. И также у нас сегодня на связи по скайпу это Владимир Маринович. Это профессиональный стартап-менеджер и экс-генеральный директор GetTexy. Сегодня на связи у нас Андрей Ковалев и Владимир Маринович. Сейчас мы ожидаем выход их по скайпу. И сегодня мы рассмотрим 4 проекта. 4 проекта, которые также у нас будут выходить по скайпу, презентовать в течение 3,5 минут свой проект. И мы будем слушать объективную критику, а может быть и положительный комментарий от наших инвесторов и экспертов. Итак, у нас на связи Андрей, Владимир. Добрый день! Да, здравствуйте, друзья. Я здесь. Сейчас вы меня увидите. Да, да, да. На, окей. Мы вас хорошо слышим, видим. Все, Владимир, добрый день. Я уже познакомила вас с нашими зрителями. Владимир, вам вот слово. Расскажите, пожалуйста, про вашу деятельность. Вы не так давно были на нашем мероприятии стартап-шоу, которое проходило 4 апреля в цифровом деловом пространстве. Что вы скажете про предпринимательство, про стартапы, которые стремятся что-то делать новое, интересное? Первое. Коллеги, давайте договоримся. Если вы хотите заработать деньги, большие деньги или любые деньги, то самое последнее, что нужно делать, это создавать стартап и создавать свой бизнес. Потому что вероятность того, что вы потеряете идеи в стартапе, ну, это практически стопроцентное. Поэтому никогда не делайте никакие стартапы для того, чтобы заработать деньги. Это безъединенно не работает. Помните фразу, что только тогда год стартап нужно делать тогда, когда у тебя есть идея, которая тебя жжет, и ты каждое утро просыпаешься и думаешь, я не могу, я должен это реализовать. И вот в этом случае у вас получится, потому что могу сказать, что инвесторы, наверное, первый критерий, по которому они принимают решение, в какой стартап войти, это не только и не столько продукты, это не только и столько активы, тренды, но это глаза человека, который является фаундером этого проекта. Он возьмет, он потянет, он при первых граблях сольется или он будет делать. Например, в прошлом году я зашел в один проект, замечательный, интересный проект. Это убережь среди чисток. Обязательно нажимаете на кнопку, к вам приезжает курьер, забирает у вас грязные джинсы или футболки и привозит на следующий день чистые, аккуратные и здорово там выглаженные. Когда я им поставил задачу, чтобы они справились с маркетингом, они через два дня пришли и сказали, а мы не знаем, мы не умеем. Я им давал тех или иных экспертов, я им давал тех или иных людей, которые очень здорово разбираются в онлайн-маркетинге. И нет, они сказали, все, Владимир, забирайте компанию, мы не знаем, что делать. Поэтому, коллеги, главное, на что обращают инвесторы, это даже не на качество продукта, не на тренд, а на готовность вашей команды, ваша готовность, не втирая на грабли, на ошибки, все равно вставать и делать свой проект. А при принимательстве, в чем смысл? Да, наверное, самый главный смысл, это свобода, которую вы получаете. Потому что что может быть важнее свободы делать то, что тебе нравится? Это самое большое счастье. В моей картине мира каждый наемный менеджер однажды приходит к ситуации, когда у него есть два варианта для дальнейшего развития. Первое, становится все больше и больше карьерным менеджером и однажды выйти на зарплату в 3 миллиона долларов. И вы знаете, что такие зарплаты существуют. И 3 миллиона. А и второй вариант развития человека, это да, сделать свой первый проект. Надо быть готовым к тому, что все может полететь к черту. Я два раза в жизни терял, один раз терял очень много денег, один раз терял все деньги, просто все до копейки. И ничего я просто не мог иначе. И почему я это делал? Да по одной простой причине. Потому что я хотел заниматься тем, что мне нравится делать, а не тем, что мне скажет начальник. Причем, если кто-то хочет быть наемным менеджером, пожалуйста, это его дорога, нет проблем. Я до 2006 года был вполне себе нормальным, кайфовым, топ-менеджером. Но я сейчас не представляю себе этой дороги, потому что для меня очень важно, чтобы только я определял, чем мне заниматься и что мне делать. Владимир, а вот что вы скажете, как говорят сейчас, что все-таки все вот эти блогеры, знаменитые бизнесмены, что все-таки предпринимателем рождаются. А кто-то говорит, что предпринимателю, чтобы стать предпринимателем-бизнесменом, этому нужно учиться. И так сказать, жизнь тебя учит. Если у тебя есть по жизни такая жилка предпринимателя, то ты можешь построить бизнес. А кто-то говорит наоборот, что им рождаются, то есть такие гены. Что вы скажете? Слушайте, знаете, Дарья, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она хорошо ловила мышей. И да, есть люди, у которых предпринимательство заложено от рождения. И есть менеджеры, которые, даже оставаясь менеджерами, они все равно сделали свой бизнес. Например, тот же самый Михаил Перегутов, этот человек, который сделал партию еды, был себе нормальный менеджер по маркетингу. Вебинар.ком зарабатывал там 80 тысяч рублей. Однако однажды он от экранча набрел на классную идею продукты по подписке. И, пожалуйста, в прошлом году, в октябре, за три года, компанию он так выросл, что в прошлом году, в октябре, эту компанию за вполне себе приличные деньги купила партия еды. И у него даже есть такая тема о его размышлении, о том, как менеджер, оставаясь, по сути, менеджером, но при этом трансформировался в предпринимателя, бизнесмен. И я не хочу рассуждать о каких-то рамках. Кто рожден, предприниматель, можешь ли быть предприниматель или нет. Для меня ключевое только одно, что если человек хочет заниматься тем, что ему нравится делать, то пускай он в своем проекте будет сам себе менеджером. И такое, кстати, тоже я видел. Большая компания, в которой собственник компании работает менеджером. Но главное, что он создал успешную команду. А вот это как раз моя любимая тема исследований. И поэтому я знаю, что проекты, которые у меня получались, они получались, потому что мне удавалось находить сильных людей. И вот это, мне кажется, существенно. Умеешь ли ты собирать сильных людей, вот это существенно. А родился ты предприниматель, не родился, это все от лукао. Смотрите, мне уже поскольку рад идти на сцену, я сегодня на форуме продаж выступаю с темой счастья в бизнесе. Давайте сделаем следующим образом. Я очень вам благодарен, Иван Олегович, за то, что вы меня пригласили в свое шоу. Пришлите мне, пожалуйста, видео ваших проектов. Я обязательно сделаю видео рецензии, вам пришлю. И таким образом вы примете мою точку зрения, ну и выберите, какой из проектов, на ваш взгляд, наиболее заслуживающий внимание. Договорились? Отлично, отлично, Владимир, спасибо огромное. Обязательно мы тогда направим вам проект. Спасибо, что были с нами, будем на связи. Вам успехов и хорошего дня. Спасибо, да. Иван, спасибо. Всего доброго, друзья. Спасибо, вы крутые. Пока. До свидания, Владимир. Спасибо, спасибо, Владимир. Но я думаю, что мы, наверное, начнем отсматривать наш первый стартап. Это «Девушка-любовь». И присоединятся сейчас к нам наши эксперты. Это Иван Алёхин и Андрей Ковалев. Будем ожидать их выход на связь. Вам напомню, дорогие зрители, что буквально 23 мая у нас пройдет очередное стартап-шоу в цифровом деловом пространстве. И в этот раз у нас начнется эфир мероприятия чуть раньше. Это в 16.00. Поэтому, если ты стартап, и у тебя есть интересная идея, или у тебя уже бизнес, который имеет какую-то капитализацию, оставляй заявку на стартап-шоу.ру, регистрируйся, проходи видеоинтервью с нашими трекерами. И после этого мы направляем наши экспертные комиссии. И если проект будет интересен, одобрен, то мы приглашаем тебя уже в отбор. Вот здесь ты можешь презентовать в стартап-шоу «Челлендж Тур» свой проект нашим экспертам и инвесторам. Вот. И финал – это выход на стартап-шоу, который у нас пройдет как раз-таки 23 мая. Если ты зритель, то просто регистрируйся, приходи и получай удовольствие от нашего шоу, обменивайся контактами, потому что у нас после мероприятия всегда есть вечерний нетворкинг, где дают возможности стартапам, инвесторам общаться, обсуждать проекты, вносить какие-то свои комментарии, пожелания, и ты можешь тоже поучаствовать в этом. Поэтому зрители, стартапы обязательно регистрируйтесь, количество мест ограничено. Буквально 23 мая пройдет финал стартап-шоу в Москве. Также мы проводим мероприятия в Китае, которые у нас пройдет этой осенью. Поэтому если у тебя есть проект, который ты планируешь вводить на международный рынок, тоже оставляя заявку, мы рассматриваем такие проекты, и у тебя есть возможность вывести свой проект на рынок Китая. И два раза мы проводим в этом году, два раза непосредственно стартап-шоу, это в Дубае. Поэтому регистрируйся, дерзай, мечтай и реализовывай свой проект на площадке стартап-шоу. Так, ну что, мы ожидаем выход? Так, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно? Да, мы сейчас вас хорошо слышим и видим, и у нас на связи Любовь уже готова презентовать свой проект. Вот, сейчас у нас технические специалисты выведут Любовь на экран, и, соответственно, познакомимся с проектом. И у Любови 3,5 минуты, чтобы презентовать свой проект, поэтому Любовь, дерзайте. Мы вас слушаем, на связи Иван Алехин, инвестор-эксперт, предприятий-предприниматель, готовы вас внимательно выслушать. Давайте я тогда презентацию выведу на экран, правильно? Да, да, да. Любовь? Да, да, да. Я автор проекта, ну и, собственно говоря, разработчик. Представляю нашу авторскую студию, которая является генератором идей и двигателем их реализации. Проблема, начнем с проблем общества. Она существует везде, где есть свободный интернет, гигантский поток слабо контролируемой информации и дети, живущие в гаджетах. И также сложность восприятия учебной информации. Цена нерешенной проблемы, собственно, будущая отделка семьи, государства и народа в целом. Решение заключено в нашем слогане, в визе, от игры к знаниям, от простого к сложному, из прошлого в будущее. Мы предлагаем комплексный подход, порассматриваем идеи и объемы информации, мы делаем анализ рынка, вырабатываем стратегию развития проекта и создаем первый продукт, настольно обучающий игру и серию вспомогательной продукции. Предлагаем услуги дополнительного образования через сеть создаваемых нами детских студий, плюс совместно уже с детьми работаем над дальнейшим развитием проекта, включая создание мультипликационных полнометражных фильмов и сериалов. Формируем турнирное движение и даем возможность детям участия в большом проекте. Плюс дети обретают полезные навыки и раскрывают свой потенциал, это их задел на будущее. Механизм авторская студия как основной элемент разработки каждого отдельного проекта. Детская студия и бюро путешествий это вспомогательный бизнес, форма и инструмент обеспечения обратной связи с целевой аудиторией, плюс дополнительный прямой канал сбыта. В настоящее время у нас в разработке 4 проекта активных и 10 на стадии начальной. Первый проект поиска российского государства и московского Кремля, это поиск потерянных скидков. Второй проект астрономия, физика и история человечества через сказку где-то далеко. Третий проект это для самых маленьких мир животных, растений и география через серию коротких историй. И четвертый проект это история возникновения жизни на земле и мир динозавров, проездик и диабазик. Какие рынки мы интересуют, мы анализируем. Это настольные игры, детская литература, компликации, компьютерные игры, дополнительное образование для детей, туризм, семейный отдых, плюс рынок франшизы по детским студиям и рынок лицензионных продукций. Сейчас я предлагаю не останавливаться на цифрах, только на трех слайдах по анализу. Это потенциал рынка нашей первой игры водителя в кости потерянных свитов на шести точках ключевых реализаций, плюс один канал взаимодействия с государством. Значит, три аэропорта Москвы, плюс три ключевых музея и потребность учебных учреждений в учебном материале могут составить в 2021 году 2,2 миллиарда рублей. Что составляет 12% общества настольных игр российского рынка, планируемых в 2021 году. При этом это не за счет уже существующих игроков, а это за счет расширения и роста рынка сбыта. Это только одна наша игра. Значит, рынок мультипликации хотелось бы остановиться только на двух цифрах. На примере трех богатырей, суммарный бюджет по всем сериям 9 фильмов составил 20 миллионов долларов, при сборе 137 миллионов долларов. И для информации нам необходима цифра, бюджет мультипликационного фильма «Снежная королева» 7 миллионов и сборы 26,5. Значит, бизнес-модель мы можем потом с инвесторами позже обсудить. Значит, у нас нет конкурентов, у нас все конкуренты – это наши партнеры. Мультипликационные студии, производители настольных игр и компьютерных, издатели детской литературы, плюс детские студии, сады, школы, библиотеки, мухи и площадки. В двух словах, почему нас выбирают. С нами веселые, мы отвечаем за вопросом на извлечение знаний, информацию, концентрацию информации по большому объему знаний, уникальный подарок, многоразовая занятость ребенка и семьи в целом, позитивные эмоции, события в жизни. Для партнеров мы решение головной боли. На текущей стадии у нас обсуждение с стратегическим партнером, у которого есть своя сеть реализации площадки, обширная, постановка первого тиража в поиске потерянных свитков, 3000 экземпляров, запуск продаж к поиске рабочего офиса и на курсотрудников, подготовка к запуску первой детской студии в сентябре, организация турнирного движения через крупные летние лагеря, арте, колонок, смен, океан. Работа над тремя еще другими проектами, с авторами и работа над пичбивной сценарием по проекту в поиске потерянных свитков. Ну, планы у нас гигантские, поэтому тут же но 4 проекта, а все 14. Значит, команда, команда это я, плюс команда привлекаемых на проект, каждому проекту партнеров. Естественно, художники, писатели, которые уже есть, и люди творческих профессий, плюс дети, участники проекта. Что нам нужно на сегодняшний день? Значит, нам нужен либо инвестор, либо партнер для полноценного запуска работы детской студии сказочной школы. Значит, если финансы, то 3,2 миллиона под 20-25 в год, возврат в течение двух лет, либо доля в данном бизнесе, если речь идет о партнере. Значит, второе. Мы ищем финансирование на подготовительный рабочий период по созданию мультипликационного фильма к проекту в поисках потерянных свитков по истории Московского Кремля. Подготовительный период полмиллиона долларов, и рабочие от 2,5 до 7. Это зависит от мультипликационной студии, которая будет выбрана, и технической сложности реализации проекта. Но это все готовится отдельно уже студиями. В данном случае речь идет в каждом конкретном проекте. И третье. Мы планируем привлечение инвесторов в течение 19-21 года к производству настольных игр по мере получения первых результатов продаж, либо готовности отдельных новых продуктов. В данном случае очень прозрачен процесс. Срок возврата средств в 6-12 месяцев плюс прибыль. Спасибо, Любовь. Возвращайтесь к нам. Скажите, а вот у меня такой вопрос, может быть, я прослушала. Вы, как команда, сколько инвестировали денег в этот проект? Ну, на сегодняшний день затраты составили около 7 миллионов. Плюс сейчас мы вкладываем в производство, это где-то будет полтора миллиона. Ну и запуск офиса с персоналом до конца года. Любовь, 8 миллионов рублей, правильно я понимаю, вы инвестировали команды в этот проект? Да. Спасибо. Иван, мы вас слушаем, есть ли комментарии по данному проекту? Ладно, хорошо, смотрите, касательно вашего проекта. Скажите, пожалуйста, сколько было инвестировано? 8 миллионов рублей. Было инвестировано 8 миллионов рублей. А что было сделано за эти 8 миллионов рублей? Ну, собственно, разработка настольной игры, работа художников, ну и продвижение проекта, проведение игр, фокус-группов среди детей по библиотекам, в больничных учреждениях. Ну, собственно, работа на проект. Смотрите, я так и понял. Вы в этой презентации показали три проекта или это один проект? А вроде были и игра, и мультфильм были. Смотрите, это комплексный проект, то есть это автор, который занимается разработкой настольных игр, подготовки к мультипликации, и плюс параллельно детская студия создается. То есть еще за это время были разработаны методики для детской студии по разрабатываемым проектам. Ну, вот мне нравятся проекты, я вообще люблю детские проекты сами по себе. Единственное, что мне кажется, что все-таки это три проекта, это не один проект. Ну, это даже больше, потому что каждый мультипликационный, ну, все, что завязано за каждым мультфильмом, это каждый отдельный проект, в принципе, по сутке. Еще раз, 8 миллионов были вложены во что? В мультфильмы? В отрисовку игры? Нет, нет, мультфильмы не создавались, подождите, мультфильмы нет. Сейчас выходит игра, первая, путешествие по Кремлю. Была разработка игры, плюс создание методических материалов для детской студии по астрономии, истории, географии, ну, там целый комплекс, то есть это, ну, как бы, да, да, это несколько бизнесов. Я нахожусь в неком замешательстве, потому что мне, с одной стороны, нравится проект, а с другой стороны, я понимаю, что я, как инвестор, я не понял вашей презентации. И правильно мы понимаем, Любовь, что в презентации вы указали, что где-то четыре проекта сейчас, они реализованы, они действующие? Нет, нет, они не реализованы. В ходе подготовки к запуску. То есть пока данный проект не приносит прибыли, то есть рынка сбыта нет, да, то есть клиентов пока нет? Первая игра ставится в производство сейчас, как только мы подписываем договор с издателем, ну, с типографией. Грубо говоря, мы вкладываем деньги в производство первой игры, через два месяца они дают готовый продукт, запускаются продажи. Там уже можно говорить о конкретной прибыли. Говорю, смотрите, значит, проект хороший, это первое, второе, презентацию надо сфокусировать на одном продукте, а не на три продукта, потому что он вводит в заблуждение. Вот сейчас деньги вкладываются во что? В игру, правильно я понимаю? Да. Все. Вот все остальное мы убираем из презентации полностью и оставляем как некую идею на будущее. Это формат некого святого будущего в плане масштабирования, типа, а еще через 3-5 лет можно идти туда. Но это отдельные проекты, по ним нужна отдельная мастер-модель, отдельный вывод на рынок, потому что сейчас за это время вы просто меня ввели в ступор, потому что я не понял, во что инвестиции вложены. Поэтому касательно игры первое, надо переупаковать презентацию в этот раз, который нужно сфокусировать на конкретном продукте и его нормально презентовать на стартап-шоу. Поэтому мне нравится проект, он точно постабирует детская история, всегда рабочая история, а геймификация сейчас в тренде. Поэтому этот проект можно смело инвестировать, только нужно переупаковать. То есть правильный презентация, правильная финансовая модель, правильную оценку рынков, иметь хотя бы предварительное соглашение или договоренность с теми, кто будет продавать, с теми, кто будет производить и так далее. Поэтому пообщайтесь с Полиной и с Дарей, давайте попробуемся и выступим в большом шоу. Хорошо. Я все поняла, спасибо. Да, вам, Любовь, спасибо за такой интересный проект, но на самом деле все-таки любая презентация, она имеет структуру, поэтому, Любовь, просьба немножко правильно, структурно оформить данную презентацию и выбрать, наверное, какую-то концентрацию на одном продукте. То есть не все три показывать, хотя бы сконцентрироваться на конкретном одном продукте, который сейчас вам нужно выводить на рынок, на который нужно инвестировать. Потому что вы там чуть-чуть сказали, там чуть-чуть сказали, фильмы, игра, и немножко это все размывается в презентации. Мы с вами будем, Любовь, на связи, обязательно свяжемся после эфира. Вам спасибо большое за презентацию и хорошего дня. Спасибо, спасибо большое. Да. Всем тоже удачи. До свидания. С нами был второй проект «Любовь». Да, сейчас мы выходим на связь с нашим третьим проектом. Зовут Сергей. Послушаем, что за стартап у Сергея. Вот. Ожидаем выход. Раз, раз. Так, Сергей, ну давайте тогда начнем. У вас три с половиной минуты и можете презентовать. Отлично. Проект называется «Романтизация бизнеса. Компания, собственно, по которой мы работаем. Про технологии». В чем проблема? Много рутинных задач, бумажная влогичка документа оборота, различных процессов, которые делают люди. Несмотря на то, что очень много сейчас автоматизированных систем, таких как CRM, ERP, DNS, документы оборота и так далее. Проблема налицо в том плане, что очень много рутинных процессов и, как бы, сотрудник делает одну и ту же работу, ну, понятное дело, что он устает, он делает ее не так эффективно, как бы делал ее робот и, соответственно, продуктивность гораздо ниже, чем могла бы быть решение. ERP технологии расширается как робот-порт с автомейшем, то есть автоматизированная роботизированная система, которая, по сути, заменяет человека. Это программный робот, который выполняет задачи быстрее, эффективнее, без ошибок и 24 часа в сутки. Таким образом, мы сделаем так, что почтовые рассылки, вложения в почте, распознавание сканов, занесение информации в систему и так далее будет происходить гораздо быстрее и без участия человека. Какой рынок сейчас вообще в этой технологии? В России она и существует чуть больше, чем два года с начала 2017 года, а прирост мирового объема составил 170%. На данный момент, в конце того года, аналитики посчитали, что объем рынка составил примерно полмиллиарда долларов. И перспективы еще есть. Бизнес-модель, соответственно, как мы будем работать? Ну и уже работаем. Это прозвон холодной базы потенциальных клиентов, партнерские программы, рекомендации смежных областей. Далее выходим на презентацию продукта. После чего мы презентуем, соответственно, демо-версию программы. И не просто демо-версию, то есть предоставляем ее клиенту и оставляем как бы один на один, а реализуем какой-то один небольшой процесс, на котором мы, соответственно, показываем все прелести данного решения. Средний чек примерно 300 тысяч рублей. И на LTV, я думаю, что я его даже здесь занизил, взял такие минимальные цифры где-то 700 тысяч рублей. Но, в принципе, вот у конкурентов, которые я узнавал, там, те или иные решения, которые мы, соответственно, предлагаем, стоят там 2 миллионов рублей. Конкуренты. Одного из этих конкурентов, в принципе, многие знают, компания КПМГ из большой четверки, и остальные компании тоже занимаются как разработкой собственных РПА-систем, так и, соответственно, внедрением уже чьих-то систем. И мы, по сути, не являемся традиционным стартапом в том плане, что мы не изобретали свою РПА-систему. Просто у меня есть достаточный опыт именно в разработке таких роботов на платформах. И мы, в принципе, как разработчики 1С, также взяли просто готовые решения нескольких компаний, и, соответственно, о них делаем решение. На какой стадии мы сейчас? У нас есть один потенциальный клиент, которому мы как раз сейчас делаем пилотный проект по решению его задач. Задача следующая, что есть у него ряд актов сверки, ну, всяких различных сканов по бухучету. И, собственно, сейчас есть люди, которые занимаются распознаванием этих сканов, прям руками забивают базу в 1С информацию. Ну, а мы предложили себе очень верно, что это может делать система, сам автоматически распознавать сканы и, соответственно, забивать данные. Наши команды, это, собственно, я и бизнес-аналитик, который имеет, в принципе, большой бэкграунд в данной области. Финансы, что нам нужно. В принципе, это вот вся сумма, которая нам необходима. Нам она нужна лишь на покрытие операционных затрат. Вот, сейчас мы справляемся, в принципе, даже без них, потому что на данный момент нам нужна лишь техника, которая, ну, пока личная, и, в принципе, знания в этих областях. На данный момент заключено одно партнерское соглашение с одним из разработчиков по систем, русско-американская разработка, компания Electronic. Ну, они, по сути, стартапами являются. И сейчас активно ведутся переговоры с более серьезной компанией, которая работает над разработкой своей системы с 2005 года. У них достаточно серьезный продукт. И вот сейчас с ним ведутся активные переговоры. В России их пока нету. Они в Индии, в Штатах и в Великобритании. Спасибо за внимание. Сергей, спасибо большое. Спасибо вам. Так, ну уж кто начнет. У меня тоже есть вопрос к Сергею. Правильно я понимаю, Сергей, что на данный момент бизнес имеет какие-то уже, какую-то прибыль? То есть у вас уже есть какие-то контракты? Или пока это история пилота? Нет, прибыли пока нет. Это пилотный проект. Точка. Вы указали, что 3 миллиона 720 тысяч вам необходимо. На что конкретно пойдут эти деньги? Какие предложения для инвестора у вас? По приложениям это 300% прибыли в течение трех лет. Это, опять же, такие минимальные показатели. То есть я, в принципе, всю финансовую модель считал из-за таких пессимистичных расчетов, из минимальных продаж. Что касается цифр, которые нам нужны, я считал их с расчетом на полгода. То есть с учетом того, что мы через полгода не сделаем никаких продаж. Это софт, это, соответственно, техника, это зарплаты, офис и так далее. Пока что мы исправляемся своими силами без вот этих вот всех моментов. Хорошо. Иван, вам слово. Смотрите, из того, что мне приходит в голову, следом, презентация хорошая, тема вообще великолепная, ей можно и нужно заниматься. Единственное, что в данный момент Дима Потапенко назвал бы это трудоустройством. Когда ребята хотят просто трудоустроиться, получить деньги, собственно говоря, и какое-то время поиграть в эту игру. Вот. Но тема хорошая, повторюсь, и презентация хорошая. Я подложил бы следующую историю. Смотрите. Можно пробовать запустить какой-то пилот, пилот именно с нами со стартап-шоу. Потому что, о чем вы там прописываете, оно, в принципе, стартап-шоу как потенциальному клиенту может быть интересно. Если пилот будет успешным, то мы с большим удовольствием покажем результаты успеха данного проекта, собственно, и, возможно, даже вас возьмем под свое крыло. Вот. Поэтому в данном случае надо пилотироваться, потому что нет истории. То есть, если еще нет трудоустройства, нет истории. У вас там был, в вашей диаграмме был пункт номер один, заключаем договор на оказание услуг. Вся болезнь в том, что вы его не заключите, этот договор, потому что услуг нету. Ну, как таковых. То есть, услуга еще не создана. То есть, чисто теоретически можно сделать то, что вы делаете. Но если даже мы сейчас с вами начнем что-либо делать, мы с вами поймем, что через сколько времени у нас с вами будет на 100% идеальный продукт. Вот Lamborghini у нас с вами через сколько недель, месяцев будет? Иван, я сейчас объясню, какой модель мы сейчас взаимодействуем с заказчиком. Мне тоже предлагается предложить такой вариант, что мы не просто делаем процесс в рамках именно проектной деятельности. Мы создаем некоторые пакеты. Условно говоря, пакет, там, бухгалтерия, то есть, виртуальный сотрудник, который умеет делать какие-то вещи в бухгалтерии, виртуальный сотрудник, который умеет делать какие-то вещи в HR, виртуальный сотрудник, который умеет делать какие-то финансовые вопросы и так далее. И когда вот эти финансовые, не финансовые, пакетные решения упакуются, тогда да, уже имеет смысл что-то продавать. Вот в этом плане с вами, да. Да, об этом-то и речь, что на сегодняшний день, допустим, я хочу вам что-то купить, а мне купить-то у вас нечего. О чем прикол? И если это зависит только от ваших рук, то есть вы это делаете собственными руками, то есть вы сапожники, то есть вы сапожники, производящие собственные сапоги. Вот тогда берите и делайте. То есть если там нет на это денег, ну, значит, тут, понятно, надо сидеть, делать, занимать, с друзьями дружить, кого-то привлекать, но нужно создать продукты. Все, что я могу вам сейчас предложить, да, это попробовать запустить пилот на уровне стартап-шоу. Наверняка у нас есть какие-то потребности, которые можно закрыть, говорю, вашими руками, и потом эту фичу даже выложить в наш маркетплейс. Ее можно будет презентовать на стартап-шоу, сказать, а еще, друзья, вот там было то-то, то-то, то-то и так-то, так-то, так-то. Вы это видели все-таки? Да. А вы хотели бы себе такое все-таки? Да. Ну тогда представляю вам такой-то проект, который мы взяли под свое крыло, там, то-то, то-то, тот. Он работает вот этот. И мы презентуем конкретные продукты, конкретные кейсы. Сейчас лишь только идея. И вот идея хорошая, презентация хорошая. Тут вопросов нет. Теперь нужно сесть, запастись дошираком, собственно говоря, и создать продукт. Другого варианта нет. Спасибо. Спасибо, Иван. Сейчас вам дадут только родственники, близкие, друзья и так далее. Это самая нормальная история формата пресид. Чуть позже, когда будет готов продукт, ну, может, мы накидаем там миллиона три, миллионов пять вам, ну, то есть это не есть, но нужно продукт создать. Нужны коробочки, сделать, чтобы они работали. Ну или приглашать свой проект единомышленников, друзей, знакомых, которые готовы создавать ваш проект просто за идею, за долю в компании. Поделитесь долей в компании с друзьями, они готовы с вами реализовывать ваш проект. Так сейчас происходит. Отлично. Ну и нормально, ненормально. А последний вопрос по поводу перспективного взаимодействия с вами. Совсем понял. Ну, смотрите, что мы можем сделать с своей стороны? Первое, мы можем попробовать запустить какой-нибудь пилот в рамках потребностей, которые есть у стартап-шоу. Второй вариант, второй вариант, мы можем пригласить вас на стартап-шоу, само выступить, вот. И там попробовать собрать вот эти деньги в рамках пресид. Просто нужно сфокусироваться именно на том, что вы стартап сегмента пресид. На сегодняшний день было сделано тот и тот. И вам нужны деньги в рамках пресид. И те люди, которые, скажем так, инвестируют в эти вот миллионы, это три миллиона рублей, они спокойно отреагируют. Поэтому добро пожаловать на стартап-шоу. Спасибо. Вот. Общайтесь по линии, с Дарьей. Спасибо. Коллеги, спасибо, Сергей, за вашу презентацию. Мы с вами прощаемся. Но буквально ненадолго после эфира с вами свяжемся. Это был проект Сергея. И сейчас у нас на связи будет последний проект, с которым сейчас нас выведут наши технические специалисты. Ожидаем выход. Иван, я вначале, когда вы вышли на связь, задала вопрос. Расскажите, поделитесь с нашими зрителями, какие цели и задачи стартап-шоу на ближайший год. Что же интересного ждет наших зрителей, стартапов? Да много чего интересного ждет. Я только что общался с нашим достаточно близким другом из Китая. Скорее всего, стартап-шоу даже, возможно, в этом году уже пройдет еще и в Китае, собственно говоря. А также мы надеемся, что 30 мая стартап-шоу пройдет на ВДНХ. И на нем будет присутствовать мэр Москвы Собянин. Также, о чем вы говорили, 23 мая пройдет отдельное мероприятие. В общем, у нас в мае месяц, и весь год насыщен событиями. Но я вижу, что у нас уже коллега на связи. Спасибо. Добрый день. Представьтесь, как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Максим. Я из Москвы. Я занимаюсь бизнесом по оснащению переговорных комнат, конференц-залов и так далее. Компании уже где-то в районе 15 лет. Идея, которая у меня есть, это пока на стадии идеи, из серии интернет-вещей. А презентация есть у вас? Да, прекрасно вас слышно. Презентация у вас есть? Можете включать демонстрацию? Презентацию я сейчас включаю. Так, ну, собственно, как я представился, да, значит, проект этот пока у меня в стадии идеи, значит, и проект, как я сказал, из серии интернет, из раздела интернет-вещей, то есть создание некого универсального контроллера для работы в квартирах, домах и прочих жилых помещениях. Значит, проблема, основная сейчас, ну, как бы проблема и задача, да, в том, что сейчас, в общем-то, есть определенный запрос рынка, да, на автоматизированную передачу коммунальных данных, на автоматизированную передачу информации о коммунальных авариях и так далее. Недавно правительство выпустило стандарт умного города, где эти вещи тоже упоминаются, это было буквально месяц назад, идет достаточно активный разговор по внедрению умных газовых счетчиков после 20-го года, также вводится жилье с новыми стандартами автоматизации. Значит, проблема в этом то, что, ну, отсутствует некая единая система, да, передачи с одного устройства, на рынке довольно много разных устройств, но нет неких единых систем управления. Плюс нету, ну, то есть есть такие решения, да, но идея в том, чтобы соединить коммунальные данные с управлением системой умный дом. Также есть определенное желание государства, да, контролировать потребление ресурсов населением и реагировать на разные чрезвычайные ситуации, если не дай бог что случится. Поэтому идея некое единое устройство с общим функционалом, то есть передача коммунальных показаний и передача и работа как контроллер умный дом, то есть управление различными устройствами в квартире. Все это в едином устройстве, в едином контролере. Значит, на мой взгляд, потенциальными заказчиками такого решения могут быть как государства, так и какие-то частные пользователи, строители, строительные компании и так далее. Значит, архитектуру я так примерно набросал, ну, не думаю, что на этом стоит пока детально останавливаться, да, главная фишка – это как вариант использовать еще и нейропроцессор в качестве некого задатка на будущее, да, то есть неких умных функций и так далее. Значит, как один из примеров работы такой системы, вот я нарисовал примерную схему, да, то есть в обычном режиме передаются показания просто счетчика, будь то газовые, там, электрические воды и так далее. Если изменяется норма потребления, да, то информируется об этом владелец и дается команда на какое-то ограничение. Если, не дай бог, авария, то, опять же, информируется владелец экстренной службы и дается команда на отключение, будь то энергия, газ, вода и так далее. Вот. А в обычном режиме это работает как контроллер, автоматически передающий показания в расчетный центр и выставляющий счета. Соответственно, такая же схема работает при водоснабжении, при контроле водоснабжения, такая же схема работает при контроле электроэнергии и такая же схема, ну, примерно такая же схема может быть при выполнении функции охраны, то есть контроллер получает информацию с камеры, соединяется с базой людей, смотрит, имеет ли человек доступ к квартиру или нет, или в дом и, соответственно, информирует, если какое-то незаконное проникновение. Тут смысл в том, что это некое единое устройство и как одна из идей его реализации это использование нейропроцессора для такого контроллера. Плюс нейропроцессоры сейчас есть достаточно разных производителей, да, не буду довольно сильно в это вдаваться, это, ну, не самое дорогое решение. Значит, на мой взгляд, если оценивать рынок, да, то на нем есть… Что ж такое-то? На нем есть производители неких умных датчиков, у которых есть потенциал в ближайшие годы рынка в сотни тысяч штук, да, есть уже умные датчики воды, электроэнергии, которые уже давно производятся, но их объем не сильно большой. Есть системы умный дом, которые также производятся, но стоят там достаточно дорого, а данное решение, оно является неким объединяющим для всех этих решений. То есть, на мой взгляд, тут может быть… Сейчас я перехожу, да, значит, далее есть бизнес-модель, которую я предлагаю, это то, что есть какой-то большой заказчик, да, который может эти решения продвигать сверху, да, и есть частные заказчики, которые могут продвигать их снизу. Далее, значит, конкурентный рынок, ну, на мой взгляд, есть определенные конкурентные преимущества такого решения, это универсальность, поддержка решений на государственном уровне и технологичность. Далее, значит, инвестор ищется именно для разработки такого решения, поскольку это на уровне идеи. Вот, стадии разработки я перечисляю, да, от выбора начальной базы, да, до выхода тестовой партии для какой-то первоначальной, первоначального пилотного проекта. Команды пока нет, я готов лично набрать команду и руководить данной разработкой. Команда на первом этапе должна быть не очень большой, на мой взгляд, срок разработки от года до полутора. Значит, финансирование, как мне видится, это где-то на уровне 20-30 миллионов рублей. Значит, первый год это чистая разработка, второй год это начало продаж, третий год это возврат средств инвестору и в дальнейшем это производство, продаж уже в таких более-менее товарных партиях. Максим, да, вы просто вышли за рамки времени, прям очень долго, так продуктивно рассказываете про свою идею, поэтому давайте послушаем Ивана, что он скажет про вашу идею. Вы, Максим, смотрите, как бы идея, она хорошая идея. Вопросов нет, вопросов ее реализации. Если идея будет реализована, как реализована ваша презентация, то такого словно не продать. На мой взгляд, я постоянно спрашиваю, какие ошибки совершают стартаперы. Ну, или там типа стартапы начали. Самая главная ошибка – это непроработанная презентация. Вот смотрите, вот у вас она, во-первых, некрасивая презентация, раз, а во-вторых, из нее непонятно, что конкретно продается. То есть, что мы делаем деньги на что? На разработку прибора? Ну, тогда нужно вокруг этого прибора и плясать, и скакать вокруг него. А сейчас получается такая ситуация, что у нас вроде бизнес-модель нарисована, только это не бизнес-модель на самом деле. Мизнес-модели, они по-другому рисуются. Это некая как бы гипотеза того, что это кому-то нужно будет и так далее. Поэтому я предложил бы, вот как предыдущий статап, который звонил, как бы изначально у себя в голове обозначить, что это пресид-проект, то есть это проект на уровне идеи. Вот. Если это проект на уровне идеи, то первые инвестиции в него вкладываются самими идеологами. То есть это должны быть ваши деньги непосредственно. Вы должны что-то... Это я прекрасно понимаю. Да. То есть вы должны что-то создать, что-то там, ну, сделать. Ну, например. Да, то есть вы можете самостоятельно найти конструктора, который вам нарисует за 20 тысяч рублей или за 30 тысяч рублей такое устройство. Это первое. Ну, то есть, хотя бы конструкторская документация, некая КДА. Также можно найти непосредственно какое-то предприятие, которое по этому КДА сможет вам еще до 20 тысяч рублей создать вот именно такой прототип. В дальнейшем этот прототип можно будет попробовать. То есть, грубо говоря, ваши 100 тысяч рублей, у вас готовый, можно сказать, промышленный образец. Это небольшие деньги, собственно говоря, ставим себе. Дальше просто только промышленный образец уже есть. Нужно понимать, насколько технически он пригоден. То есть вот если завтра его встраиваем в трубу, например, да, то насколько действительно он работает, насколько он работоспособен сам себе. Поэтому на пилот здесь не нужно 20 миллионов. Здесь нужно все атомы вмонтировать его и показать, как это работает. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, нужно понять. Возможно, такие приборы-то уже есть. То есть рынок-то вы мониторили или не мониторили. В общем, итогов, чтобы подвести всю эту историю. Если вы серьезно хотите заниматься этим проектом, вы в него верите, то Дарья расскажет вам, какие вот у нее есть возможности по упаковке вашего проекта. Начинает презентации, первое. Второе. Поиск конкурентов, конкретный конкурентный анализ, что у ваших конкурентов есть и чем отличаться будет ваш продукт. Возможно, вам не нужна вообще все то, что вы нарисовали. Возможно, нужно создать именно продукт, непосредственно какой-то прибор, который будет конкурирован уже в рабочую систему. Потому что огромное количество онлайн-систем, которые предоставляют ЖКХ вот те самые сервисы, о которых вы говорили. И возможно, они ищут такой прибор. Возможно, есть зарубежный прибор. А вы сделаете российский, который в два раза лучше и в три раза крепче, собственно говоря. То есть надо понять, что конкретно. А для того, чтобы понять, что конкретно, помимо идеи, нужно, ну, грубо говоря, инвестировать свое время и деньги в гипотезу. Вам нужно проверить свою гипотезу. Сколько вы уже инвестировали средств, денег, что вы, в данный проект? Пока это только идея, пока ничего не инвестировано, естественно. Батенька, послушайте, ну вот вы прикиньте, вот в буквальном смысле идеи на салфетке-то хорошо, но вы должны проверить свою идею. Вы сами должны проверить гипотезу. Потому что привлекая 20 миллионов рублей, деньги невозможно пролечь под идею. Деньги можно пролечь под гипотезу. Вот вам сейчас можно дать 100 тысяч рублей, сказать, вот там 100 тысяч рублей, там, идите, делайте. И причем вопрос, когда вернете 100 тысяч рублей? Когда вернете? А вы скажете, я там, типа, знаете, не знаю, когда я их верну, потому что я же не знаю, из чего. Поэтому на этом этапе, если вы верите в эту идею, вы должны что-то уже создать, что-то инвестировать, чтобы заразить свою идею других людей. Потому что если вы сами ничего не вкладываете, ну, кроме времени... Буквально две минуты до окончания эфира, к сожалению, нам нужно уже прощаться со зрителями. Спасибо. Дарья, и она просто скажет, как упаковаться, и, по крайней мере, за какие-то символичные деньги упаковать полностью проект, понять конкурентов, анализ, куда двигаться и так далее. Спасибо, Максим. Да, спасибо, Иван. Спасибо стартапу за проект. Пусть даже на стадии идеи, но если Максим верит в свой проект, значит, ему быть на этом рынке. Вот. Иван, вам спасибо огромное за эфир, что поддержали наши стартапы, спасибо за объективные комментарии. Вот. Но мы с вами прощаемся, друзья. Прощаемся ровно на неделю и выйдем с вами уже в следующий четверг. Прямой эфир Startup Show Challenge Tour. Я вам желаю хороших будущих выходных. Если есть у кого-то идея на стадии сид-при-сид или уже действующий бизнес и нужны инвестиции, менторство или рынок сбыта, регистрируйся на сайте StartupShow.ru, оставляй заявку. Мы будем рады тебя видеть на нашей площадке. Но до скорых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok